Слава Богу! 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 А будущее! А будущее о воскресшеме, о желанной спасителе Иисусу Христу! Христос воскрес во истину! Аминь! Аминь! Пожалуйста, прислабьтесь, возлюбленные братья, сёстры, всех вас приветствую и благо расставляю. Слава Иисусу Христу! Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Я всем вас приветствую снова и снова и вначале передам привет от моей семьи, от моей супруги, от наших шестерых детишек. Надеюсь, они сейчас смотрят меня насчет онлайн, если получилось все там у них подключиться. И также приветствую вас от нашей церкви, я являюсь епископом и архиепископом Украинской реформаторской православной церкви, от наших батюшек, матушек, от наших священнослужителей, прихожан, от наших церквей с Украины, с других стран, некоторых стран бывших безбожьего Советского Союза, где наша епархия сейчас распространяется. Вам всем большой привет, слава Богу, пусть Господь Бог благословит вас и будем так говорить, от православных обновленцев, реформаторов, вам всем большой пламенный, горящий привет. Слава Богу! Слава Богу! И, дорогие друзья, Господь позволил вчера провести здесь семинар. Это был один вечер, было коротко, конечно, но я думаю, что многих вопросов успел коснуться я в течение буквально трех, трех с половиной часов. То есть, короткий семинар и обзор на такой был семинар по истории христианства. Те, кто не смогли быть вчера, то скажу, что записи уже есть уже на YouTube, выложены в социальных сетях, уже представлены. Вот те, кто подключаются или подключились на Майлру в трансляции, допустим, они могут уже посмотреть это все у себя на компьютерах. И, слава Богу, за такое техническое такое, знаете ли, поспорье, Евангелию сегодня, проповедь из Слова Божьего. Сегодня, как никогда раньше вообще, Слово Божье распространяется. Представляете, в кои-то веки можно было представить себе такое, что вот проповедую здесь, допустим, да, в Новокузнецке, уже этим же днем или прямо в прямом режиме, да, значит, или же в записи ближе, в ближайшие же дни можно посмотреть в разных странах мира этот же семинар, это же Слово услышать, представляете? Слава Богу! И я скажу, что это великое благо. Если грешники используют все достижения науки сегодня в грех, нечестивый дело творит нечестие, то праведный творит правду еще, святое еще освещается. И поэтому в руках христиан это очень мощное оружие, телевидение, интернет и много-много всего остального. Слава Богу! Господь благословит нас. И также скажу, что вот я сделал трансляцию на своей страничке на Майлеру, и я думаю, что многие там православные могут меня посмотреть, потому что, как реформатор, скажу, что не так часто православные церкви вообще меня приглашают. В России еще был всего лишь один или даже два всего лишь случая, когда приглашали меня. А так чаще всего мои коллеги, многие традиционные православные русские священники считают, что реформация не нужна нам вообще. Что как бы это нечто такое, знаете ли, лишнее чуть ли не нам для нас, что мы уже достаточны. Но церковь Иисуса Христа это не, знаете ли, не мавзолей. Церковь Иисуса Христа это не вот каменный храм, будем так говорить, да? Это здание из живых камней состоящее, из живых людей. А нам, людям, всегда нужно обновление на самом деле. И там, где люди, живые люди, необходимо на самом деле обновление. Один из отцов церкви еще 3-го столетия, святитель Гиприан был такой карфаненский, лидер североафриканских христиан, через 200 лет после Иисуса, 250 лет примерно, он писал следующее, что церковь непрестанно обновляется, церковь всегда реформируется. И слава Богу за то, что церковь живая, живой организм. И я скажу, что, перечтением Слова Божьего, как раз о церкви, я скажу, что в Библии церковь сравнивается с телом Христа. И в теле живые клеточки должны быть, не мертвые, а живые клеточки. И они обновляются постоянно. И каждый настоящий христианин, не номинальный, а реальный настоящий христианин, если он верующий, если он возрожденный, то он как живая клеточка в этом вселенском организме, тело Иисуса Христа. И вот чтение сегодня из Божьего Слова, и дальше размышлений, и как бы свидетельство такое. Это из Евангелия от Матфея, я хочу прочесть. Из Евангелия от Матфея, 16 главы. Здесь несколько стихов я хочу прочесть сейчас. Евангелие от Матфея, 16 глава. Я прочту с 13 стиха и дальше, по порядку. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. Здесь написано следующее. С середины читаю. Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одного за Иоанна Крестителя, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блаженный Симон, сын Иоанн, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камнем, я создам церковь мою, и врата ада не одареют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Аминь. Друзья, на семь камнях Господь созидает свою церковь. На великом камне. Конечно, не на самом Петре, апостоле. Даже в греческом оригинальном тексте я прочитал на русском языке, в синодальном переводе. Но вообще-то Новый Завет написан на греческом языке. Хотя писали евреи, писали еврейские апостолы, но они писали на греческом языке, потому что он был распространен чрезвычайно в то время, и на нем многие люди с разных народов могли общаться. И Дух Святой вдохновил написать их именно на вот этом наречии греческом. Притом, не даже на таком литературном греческом, а на простонародном греческом языке. Это наречие называется кое. Это простонародный язык крестьян, язык ремесленников, язык торговцев. И в свое время это даже послужило поводом к насмешкам над христианами в древности. Вот, мол, их Священное Писание написано на языке торговцев и ремесленников. Не на языке Сократа, Аристотеля, Платона, а на простонародном, таком вульгарном, бульварном языке. И это, ну, служило многим там умникам, тогдашним философам, поводом к приткновению, как бы, к притыканию. И, конечно, сегодня прошло уже много столетий, уже два тысячелетия, весьма много прошло, да? Так вот, и как написаны были эти писания. И сегодня уже этот язык воспринимается язык торгашей, язык ремесленников и крестьян, простонародие, бульварный язык. Сегодня воспринимается как высоко духовное, потому что языки мельчают. И сегодня языки по планете всей, будем так говорить, они от сложного упрощаются к простому, допустим, да? Как бы в английском, в старом английском. Там раньше, когда прощались, они говорили, God be with you, Бог да будет с тобой. А теперь просто goodbye сократили. А теперь просто bye. Как бы, просто уже, как бы, языки упрощаются. Да, значит, и это во всех языках происходит. Допустим, в старом еврейском, если брать не греческий, а старый еврейский язык, на котором написан Ветхий Завет. Если переводить на современный русский язык, получится вообще, это что-то невероятное. Большинство слов имеют одновременно по 20-30 значений. И некоторые слова до 70 значений имеют. Как, допустим, слово шалом. Мы просто переводим как мир. Но это не просто война и мир. Мир как отсутствие войны. Нет, мир это имеется там и благословение, и забилие, и прочее, прочее, прочее. Ну и сейчас я не об этом вообще, но это просто справочка такая. Так вот, и скажу, что вот в греческом оригинальном тексте, когда мы смотрим, что Дух Святой сказал не на самом Петре, потому что здесь стоит слово, означающее камешек. И Петр само слово камешек. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симонс и Ионин, да? А потом дальше говорит, ты, Петр, здесь написано, внизу написано камень. Но вообще-то буквально перевод этого имени, как камень. Не такой большой камень, а тот, который может поднять человек, имеется в виду. Который под силу человеку. Он может быть не просто маленьким камешком, да? А тяжелым камнем, но тот, который ты поднимешь, средний человек поднимет, не Герак какой-нибудь, а обычный гражданин поднимет. Имеется вот такой камень. Но дальше говорится, и на семь камней, там тоже греческое слово, которое означает камень. Но уже другое, которое означает камень, которое человек не может никогда поднять. Даже самый Геракл мощный. Знаете, там стоит слово, которое буквально перевести можно как скала, как глыба. Скала. И имеется в виду, что не на самом Петре. Потому что написано в Новом Завете в посланиях, что на основании апостолов и пророков, да. Но имей краевольный камень самого Иисуса Христа. И дальше еще в Писаниях говорится, в Новозаветах, 1 Коринфянам. Хочу вспомнить сейчас Писание еще одно. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Помните, написано, что там написано, что ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть, кто Петр или Павел, нет, Иисус Христос. Он есть основание. На самом деле сам Христос. А какое же основание апостолов? Какое же основание апостольское? Какое же основание пророческое? Ведь написано на основании апостолов и пророков, имея краевольным камнем самого Иисуса Христа. Здесь важно, наверное, само исповедание. Исповедание, которое было сказано Петром, апостолом, Духом Святым. Отец открыл ему. И потому он блажен. Он первый из учеников, кто от Бога, от Духа Святого это принял, услышал и сказал. И что он сказал? То, что и мы говорим сегодня христиане. 21-го столетия христиане. И сколько будет впереди, мы не знаем еще поколений. И сколько не будет христиан на земле, все будут это исповедовать. Что именно исповедуем? Что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Знаете, многие граждане у нас воспринимают Иисус Христос как имя и фамилия, чуть ли не. Иисус Христос. Мы говорим Иисус, подразумеваем Христос. Говорим Христос, подразумеваем Иисус. Но, в общем-то, на самом-то деле это величайшее откровение. Иисус Христос это не просто фамилия. Это не просто, допустим, приставка такая красивая. Нет. Иисус Христос означает помазанный, помазанный. Христос, Мессия, Машеф. И Иешуа, Машеф. Это величайшее откровение, что Иисус есть Христос. И сегодня, господа, христиан очень много на этой земле. Разных христианских конфессий, я даже боюсь назвать точно, но их очень много. Даже в вашем городе, возьмите, да, есть разные. Православные, протестанты, католические, мы храм приезжали. То есть, как бы, разные есть христиане, да. По-разному Бога славят. Пока сюда ехали, видел я дом молитвенных баптистов. Там как раз написано 988-1988. То есть, в честь площадей Отечеяния Руси, я так понял, как бы, был построен этот дом молитвы. Потому что даты такие вот, указаны прямо на стене. То есть, есть евангельские христиане у вас, да. Разные верующие есть. Харизматические, писятирические, разные христиане. И даже порой одного отечения христиане делятся между собой порой, да. По некоторым вероучениям, допустим. Где-то согласны, а где-то не согласны. Порой спорим мы по глупости. А порой, ну, за такие серьезные кинове еще спорим. Ну, как бы то ни было, честно сказать, вот христианство это не очень дружная семья такая. Знаете ли, я помню, в Грязани была такая конференция, держка инфессиональная. И там, значит, пастыри были, я думаю, что почти все были рязанские пастыри были там. И я был как гость там, один из спикеров этого собрания. Они решили, чтобы, как бы, проповедующие были все гости. Не местные, не местные пастыри, чтобы никого не обидеть никак там. А все гости. Мы что, мы приехали, уехали, проповедовали, ушли. Вот они сами остаются между собой. И вот, значит, и, знаете ли, и там пелась такая песня, с Москвы были гости, тоже певцы. И они пели песню такую красивую. Во Христе одна семья, ты и я, мы и мы там все, мы одна семья, там, то и суда. Бер дружбу жвачками, условно. Это хорошая песня такая, что все хорошо. Там возьмите, давайте возьмемся за руки, говорит, и споем мы семья, мы семья. Так здорово, так хорошо. Я так понимал, что некоторые пастыри, они друг с другом не очень-то, как бы, ну, если роднюю друг друге признавали, то такую очень далекую. Знаете, вы седьмая века на киселе, как говорят. Значит, и от некоторых родственников, честно говоря, бывает в жизни как, что порой не хочется даже особо и знаться, да? Есть такие родственники, бывают. Есть даже такая комедия, странные родственники называется. А когда родня обнаруживается вдруг, о котором не знал раньше, и ты понимаешь, что от них лучше подальше вообще держаться, от таких родственников. Вот, и я понимаю, что во Христе есть много очень всяких родственников, и порой есть такие христиане, которые хочется подальше держаться, честно говоря. Но, что же нас объединяет? Я когда вышел тогда в Рязани на сцену проповедовать, я начал с того, думаю, скажу, не скажу, он, думаю, скажу. А что ж, я, гость, у меня мало спроса, я приехал, уеду, не по колоде же мне, братья. И, знаете ли, и я, значит, сказал, начал с того, что, говорю, вот так, вот так, братья и сестры, я очень рад, я тоже очень переживаю. И вот, как бы, Бог здесь, это, ну, это, как бы, простите, ну, и дорогу ясно, вот так вот присутствует он здесь, что даже там неверующие актеры в шоке были, что вот что-то такое, шкуру ощущают. Там одна актерша подходила, это ДК какой-то, она говорит, я не знаю, что такое здесь происходит, но у меня прям все, прям по коже, вот так, мурашки, волнами прям ходят. Что здесь такое у вас происходит? Я говорю, это Бог, Бог, батюшка. И вот здесь тоже, я говорю, да, я тоже здесь, это тоже родня. И вот, и, знаете ли, я потом сказал, ну, вот в семье не без батюшки, говорю. И, значит, представился, кто я, и с чем меня нет, говорится. А потом, значит, сказал, что вот, в принципе, я говорю, во Христе, там, мы понимаем, одна семья, но, в общем-то, по большому счету, положил руку на сердце. Очень скандальная семья. Знаете ли, есть разный тип семей, семей, как бы, да, есть такие вот итальянские, да, такая, где они там ругаются. Вот очень часто христианская семья, если брать, в целом, не отдельную по месту церковь, а вот межконфессиональные отношения, очень часто напоминают такие, там, Марио, ты пришел там с макаронами, там, нет, нет, там, все, я там, и все, и погнали. Хотя очень любят друг друга. Знаете ли, и как бы то ни было, как бы то ни было, да, это вам небольшая паракуда, там, да, 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 да. И очень разные бывают такие ситуации. И, знаете ли, вот, как нам найти что-то общее у христиан? Я, как бы, порой присматриваюсь к некоторым церквям, и, как бы, ну, честно говоря, не очень хотелось бы, что-то были мои родственники, как бы, во Христе. А ведь, они верят по-своему в Иисуса, они знают по-своему в Бога. И, знаете ли, что, я понял такую вещь, что вот мы все христиане очень разные, не похожи один на другого, да, да, динаминации очень разные, но все мы согласны с тем, что Иисус есть тот самый Христос, о Котором говорили пророки Всеверхового Завета. Помните, да, начиная с Моисея, который говорил, пророка, как меня возник Господь, его слушайте, говорит. И он говорил, чтобы не послушать того пророка, просто истребиться душа-то. И потом, когда он спросил Иисус, за кого почитают меня, они стали перечислять. Одни за Престителя Иоанна, да, другие за Илью, третья за Иеремию, там, одного из пророков почитают. То есть Иисуса тоже очень по-разному видели люди, очень по-разному. Даже в то время, да и сейчас, очень по-разному видят. Некоторые в нем готовы признать такого, ну, супергероя какого-то, да, пророка, учителя. Допустим, вот есть религия Ислам, называется, да, Ислам, мусульманство. У вас тоже есть мечети здесь, значит, в Кемеровской области, и вот в вашем городе тоже есть. И, знаете ли, Ислам большая религия, миллиард больше там последователей, и в ней очень странное исключение. Там тоже говорится об Иисусе, тоже говорится Иисус Христос, там, ну, по-арабски, Исама, Сих, говорится. То есть, как говорится тоже об Иисусе Христе, но, к сожалению, вот в их пропаганде, в их религиозном учении, Иисус Христос это пророк только лишь. Это пророк, это, знаете ли, вот как верили многие тогда евреи, которые были возле Иисуса, что это пророк восстал, что это какой-то великий учитель, либо воскрес какой-то Иеремии, там, воскрес Илья, там, не знаю, кто он такой вообще. Один из пророков пришел к нам, и помните третью главу Иоанна, когда с Никодимом беседовал Иисус, Иисус, он сказал Никодим, по секрету, он пришел ночью, чтобы, как бы, никто не видел его там, чтобы эта религиозная, мафиозная структура его не засекла, там, знаете ли, в разговоре с Иисусом, он сказал, признался ему, что мы, говорит, знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо такие дела, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. То есть, он сказал не просто, я знаю, а мы знаем. За кого он сказал? Вероятнее всего, за других учителей Израиля, за других религиозных лидеров своего народа, потому что он подписывался именно за вот эту свою простойку. И я так понимаю, что многие из них догадывались, эти тогдашние митрополиты, будем так говорить, батюшки те, догадывались, что Иисус это на самом деле великий пророк. Но этого было мало. Знаете ли, Иисус, он совершал многие чудеса, и Никодим правильно подметил, что не может человек делать таких чудес, если не будет с ним Бог. Но Иисус решил показать и доказывал людям, что он не просто пророк, не просто великий пророк. Знаете ли, величайшее откровение Нового Завета, что Иисус есть Христос, он есть Мессия, он есть Машир. Это... Мы сейчас, может быть, думаем так, ну Христос, ну и Христос, как бы, что с того? На самом деле, это величайшее откровение. Христос, Спаситель, Господь и Бог. Помните, однажды Иисус воскресил друга своего Лазаря. Написано в Евангелии от Иоанна, в 11 главе. Он пришел и воскресил друга своего. Написано перед тем, что он, когда пошел было, ну, его приглашали вначале. Вот так вот так, что заболел твой друг, приди, помоги, там исцели, а он медлит. Уже умер уже все, а он все медлит. И пришел уже поздно. Уже, уже четвертый день был после смерти. Уже смердела тела. Уже всем было ясно. Не надо было уже справку от врачей, что он мертв. Смерть констатировать. Уже все понимали, мертвей мертвого. Уже процесс пошел, разложение на лицо уже. Уже запахи все были эти. Смердит написано. Иисус пришел в четвертый день. Знаете ли еще почему? Надо знать еще еврейскую традицию, чтобы понять всю глубину этого откровения. Потому как в традиции иудаизма считалось, да и сейчас, почитается в ортодоксальном иудаизме, что в течение первых трех дней душа может быть на этой земле. Она может быть возвращена. Человек может воскреснуть, но не больше трех дней. После третьего дня уже... Ну, судукие вообще не верили в воскресенье, по большому счету. Но большинство окружавших Иисуса были в фарисейского направления. Они верили в воскресенье, они признавали воскресенье. Но в последний день Марфа и Мария, они тоже были по влиянию фарисейского учения. И они говорили, что воскресенье... Да, мы знаем, в последний воскресенье наш брат. Они верили в это. Они не были субъекисты, по повозятелю направления. Они верили, как фарисеи все, как все нормальные евреи тогда же не верили. Воскресенье брата своего. Но Иисус сказал им, Я есть воскресение и жизнь. Знаете ли, величайшее откровение. Он, я есть. Я есть воскресение и жизнь. И верующий на меня, если умрет, оживет. Воскреснет брат ваш. Знаете ли, у Марфы, Марии, допустим, у них хватало веры в то, что воскреснет когда-то. А Иисус говорит, я уже здесь уже. Я уже здесь, и я воскрешу твоего брата. Я воскреситель вашего брата. Не ждите последнего дня. Я сам, я уже пришел сюда. Знаете ли, интересно, он воскресил брата. Марфы, Мария, друга своего, Лазаря. На глазах у людей. Многие поверили. И, знаете ли, мы увидели такое. Хотя некоторые пошли и доложили начальству. Мало ли что произошло такое. И решили убить батюшки самого Иисуса. Да и Лазаря тоже порешили. Лишний свидетель нам не нужен. И почему? Потому что религиозно-мафиозная структура, прогнившего тогдашнего уже отступнического иудаизма, она панически боялась этих перемен, которые Иисус как реформатор принес. Но самое страшное, что с чем никак не могли их мозги религиозно согласиться, с тем, что Иисус это не просто пророк. Не просто пророк. Потому что воскресив Лазаря в четвертый день, он доказал людям, показал, что он есть тот, как он о себе говорил. В Иоанна написано, прежде чем был Авраам, я уже был уже. И он сказал, когда вы спросили, кто же это, он сказал, от века сущий, как и говорю вам. Он такие вещи говорил, что люди часто религиозные, не выдерживая всего этого. Они говорили, а он богохульствует, в нем бес. Не может такой человек нормально говорить. Они брали камни, чтобы убить его. Они повели его к скалейшему, сбросили со скалы его, чтобы убить его. Вот настолько, знаете ли, вот это не плещалось. И почему толпа ревляда кричала, распни его. Да, мы знаем, что научили религиозные лидеры, но хорошо, но ведь толпа кричала. Они не могли принять Иисуса, как спасителя своего. Почему религиозные вожди настолько были в такой злобе своей, что даже разбойника, откровенного негодяя, будем так говорить, да, помилуй, а его распни. Почему? Знаете ли, есть еще один текст из Писания, из Постания к Евреям. Это послание не только к евреям по национальности, это послание и к русским, и к украинцам, и к американцам, и к африканцам, ко всем людям, как говорится, доброй воли. Послание ко всем. Но в первую очередь к евреям, потому что Слово Божье, Евангелие, сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудей написано, потом Иерину. И еще, потому как для, допустим, многих русских, многих украинцев, многих американцев, допустим, африканцев, многие эти тексты из Писания, они, ну, непонятны до конца. Но для евреев, выросшего в традиции религиозной, это очень и очень понятно все. И нам нужно то, что понять, что понимают евреи, чтобы, независимо от какой национальности, для чего? Чтобы лучше понять, лучше понять это Писание. Кстати, вот пасы Сергея, вот сейчас в Израиле. Да, слава Богу, на Святой Земле. Я там побывал разок. Я не знаю, как он вернется, расскажет о своем переживании, конечно, поделится, думаю, с церковью. Но я скажу, что когда я вернулся, я был один раз только в Израиле, но когда я вернулся с поездки, я даже в Библию стал по-другому читать, многие вещи в Библии. Стал видеть замечательнее то, что раньше не замечал. Потому что, когда привязка есть к месту, к этому, и ты знаешь, что это и как это, совсем по-другому воспринимаешь многие притчи Иисуса даже, многие учения. Ну так вот, я хочу прочесть из посланий к евреям, с первой главы. С первой главы. Я прочту текст прям с первого стиха и дальше. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держав все словом силы Своим, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред Ниме наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, Ты сын мой, я ныне родил Тебя. И еще, я буду Ему отцом, и Он будет мне сыном. Так же, когда вводят первородного во вселенную, говори, и да поклонятся Ему все ангелы Божьи. Об ангела сказано, Ты творишь ангелов своими, духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне, престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правды, правоты, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божие, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Ах, и вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса делоруб Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обличают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твое не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». И, братья, сёстры, я скажу, что это очень великое время о Христе. Такая картина представляется вот в этом послании, в этой первой главе, что прочитал сейчас. Удивительная картина. Ангелы – это служебные духи. Иисус – это не ангел. Иисус – это Бог. Удивительное откровение об Иисусе здесь. Никогда пред ангелом никто не поклоняется. Знаете ли, Иоанн попытался в конце книги «Откровение» говориться, два раза у него было падение. Он пал перед ангелом, он хотел поклониться Ему. Жалко, конечно, что Иоанн вот так вот, два раза на те же грабли наступил. И при том, в конце жизни, вот такой очень мощной христианской жизни, казалось бы. Знаете ли, он написал Евангелие, послание, он уже состарился, он был возле Иисуса в юности и в молодости. Но уже старым человеком, будучи в ссылке за Слово Божье, на Патмосе, знаете ли, казалось бы, все. Уже завершение жизни доблесть на христианской. И нет вот, понимаете ли, седина в бороду без ребро. Представляете, вот уже на старости лет, уже все, под финиш, уже финишная черта его жизни видна. И у него было это падение. Представляете, он соблазнился тем, что увидел величие ангела и поклонился. И ангел, слава Богу, был нормальный ангел. Не видя ангела света прошедшей, тот бы сказал, дьявол сказал бы, о, поклоняйся, молодец, я молодец, еще раз, еще раз, паки, паки. Ха, но это был нормальный ангел. И слава Богу, что Бог дал благодать такую, знаете ли, Иоанну. Он два раза проводки перепутал, сапер как раз ошибается. Он два раза, но все ему сошло с рук. Не потому, что, вот, просто Бог такую благодать издал ему. И показал ему, слава Богу. И он сказал, ангел, нормальный Божий ангел сказал, что Богу поклонись, не мне, говорит, Богу поклонись. Сегодня, к сожалению, очень многие, миллионы обманутых, многовековой религиозной ложной пропаганды христиан, и ангелы поклоняются. И тому же Иоанну молятся, апостолу, и другим умершим пророкам, апостолам, евангелистам, там, матери Иисуса Христа. Да не просто молятся, а вот даже пояс Марии привезли. Хотя, я не знаю, чей это пояс был, но даже если пояс самой Марии, там, Богородицы, это не повод поклоняться Ей, знаете ли, это безумство. И Иоанн, он на старости лет, он туда же, он чуть не стал православным традиционным, он чуть не стал католиком, это ужас. Если бы ангел не остановил бы его, у него был бы соблазн поклоняться ангелам, молиться ангелам. Но слава Богу, что ангел сказал, не поклоняйся, нет. Но Иисус, это не ангел, Иисусу поклоняйся. И здесь, в этой главе, мы видим удивительную картину, которая была еще когда-то, когда никого из вас не было вообще. Когда никого из людей еще не было, были ангелы лишь. И написано, и да поклонятся ему все ангелы Божьи, водят первородного во вселенную. Как? Я не знаю. Оказывается, в том духовном мире все как-то удивительно устроено. Представьте себе, Бог соборил все. Через Иисуса каким-то образом Он соборил все. И для Него соборил. Мы знаем еще одну тайну такую. Для Иисуса вообще-то. Он соборил все это. Но самые интересные ангелы, они уже жили там сколько, я не знаю, тысячелетия, уже они Бога славили. Все было хорошо, у них была большая сцена. И среди юристных камней было грубо проставление. И все было хорошо в этой церкви. И Бог доволен, и ангелы все очень довольны. Но вдруг Бог говорит, минуточку внимания, ангелы, товарищи, господа, у меня есть к вам сюрприз для вас. Они говорят, о, наверное, еще подарки какие-то будут. Он говорит, для вас есть очень важный сюрприз. Занавес открывается, и они видят кого? Они его не видели раньше. Они увидели, не увидели почему? Потому что он был прежде вас вообще. У вас еще никого не было, он уже был уже. И Бог вдруг говорит, Иегова, да, отец, Бог, говорит, ну-ка, ангелы, поклонитесь ему. Как? Первый бросил гитару, убедил проставление. Нет, в жизни такого, ибо написано, короче, значит, они взбунтовались, и говорят, кто со мной, тот герой? Значит, и треть увлек церкви с собой. Бунтари такие ушли, нет, это все это мыло. Видимо, и в Боге не все чисто. Как поклоняться кому-то, кого мы не знали вообще? Представляете? И те, которые не поклонились Иисусу там в вечности, у них была большая проблема, и до сих пор великая проблема. И в человеческом мире было примерно то же самое. До момента определенного был сокрыт Иисус. был сокрыт. Он вообще написан, в начале было слово Иоанна. Пишет так. И слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало, что начало быть. И без него ничто не начало, что начало быть. Он есть свет, просвещающий всякого человека, пригодящего в этот мир. Представляете? И вот, однажды Иисус явился, Иисус пришел в этот мир, грешный, грязный. Когда пришел, начались тут же убийства. Царь, не чтобы, представляете, порадоваться, родился Мессия, озлобился настолько, что приказал всех младенцев убить вообще мужского пола, чтобы наверняка убить и Мессию. Даже, историки говорят, нашли подтверждение, что даже в своей семье он приказал убить своего сына, потому что боялся, вдруг он будет Мессией. Одержимость, бесовская одержимость. И в Риме потом говорили, что у Ирода во дворце лучше быть свиней, чем его сына. По крайней мере, свиней, там не зарежут во дворце. Вы знаете ли, а сына зарежут. Вот так. Это как в том анедоте, когда, значит, еврейская семья, один там, взял муж, взял нож и побежал на тещу. А жена говорит, дорогой, это нож для рыб, говорит, не кошерное убийство. Знаете ли, ну, как бы, разные спецрассудки у людей. Но скажу, что Иисус, он как лакмусовая бумажечка. Он как лакмусовая бумажечка проверить. Вроде бы, все одинаково. Да, жидкость. Но когда бумажечка опускается, мы видим, где-то кислота, где-то щелочь. И вот, вроде бы, люди все, как говорится, homo sapiens, человек разумный, все равно нормально. Но вот, Иисус проверяет все в нас, как мы реагируем на Иисуса. Сам Иисус сказал так, записано у Иоанна, опять-таки, у евангелиста Иоанна, 14 глава, 6 стих. Я есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня, через Иисуса Христа. Ни в ком оно нет спасения, говорили апостолы. Первые христиане так верили. Сегодня мы, христиане 21 ст. века, также веруем и исповедуем. Иисус, он не просто пророк, это не просто учитель, не просто, нет, он Господь, Бог и Спаситель. Слава Иисусу Христу. Вообще, очень прекрасно, когда вот такое приветствие, в России, к сожалению, не сохранилось, это приветствие. В Украине, то не везде сохранилось, но в западной части Украины сохранилось, там было мало советской власти, и там и сохранилось это приветствие. Я когда, Украина моя вторая родина, духовная уже родина, я когда впервые побывал во Львове, в городе Львове, это в западной Украине, то он еще, я удивился на улице, за место здрасте, знаете, что я говорю, слава Иисусу Христу. И отвечаю, там слава на веке Богу Святому. Я думаю, где я вообще, я на небесах, или я еще на земле вообще? Думаю, не может быть, ущипнить меня, пора проснуться. Что на улице, вот так за место здрасте, люди здороваются, утром выйдя, говорят, слава Иисусу Христу. Я спрашиваю там у одной старой женщины, говорю, так, а так, а раньше, вот в советское время? Она говорит, а у нее там родственник был вторым, или кто он там, короче, один из сегментария в кома, партии местный был. Значит, начало 80-х, и он, заходя в кабинет, все время приветствовался, слава Иисусу Христу. И отвечаю, я помню, слава и добитья Богу Святому. Думаю, вот это мощно, вот это сила. Думаю, величайшее исповедание. Но потом я понял, конечно, что для многих, к сожалению, там эти слова, они не значат именно славу Иисусу Христу. Знаете, как бы, порой у нас на Пасху, да? У нас на Пасху каждый пьяница вспоминает, что Иисус воскрес, да? Как бы, как в Москве одна женщина говорила, ну воскрес, ну дай Бог ему здоровья. Такой же странный ответ был. Как бы, у всех разная реакция на все это. Или как бы, про Брежнева рассказывали, да? Когда Леонид Ильич шел по Кремлю, значит, по встрече Костыгин там и говорит, Леонид Ильич, Христос воскрес. А вот, уже доложили, вот. Вот как бы, на Пасху вспоминают, но, конечно же, многие говорят, Христос воскрес, отвечают поистину, воскрес, там, ОЕС. Это все, понимаете, просто как традиция, когда-то, допустим, просто традиция. Типа, Салам Алейкум, Алейкум Асалам, да? Архипелаг Гулаг, Гулаг Архипелаг. То есть, как бы, можно много чего говорить, но важно это реально пережить свои жизни и исповедовать. И важно Иисуса, Господа, Спасителя своего, Мессию, Христа, Помазанника, пережить свои жизни, переживать свои жизни. Слава Иисусу! Дорогие друзья, и скажу, что Иисус, Он о себе величайшее откровение оставил нам, потому что Он с нами во все дни до скончания века. И сегодня всякий, кто призовет имя Господне спасется, всякий, кто в этом зале, в этом городе призовет имя Господа Иисуса Христа. Но не просто призовет, люди тоже по-разному призывают, да, вот я уже говорил выше, так что по-разному говорят. Смотрите, как слушаете, смотрите, как говорите. Знаете ли, сыновья одного первого священника Стеева тоже призывали имя Иисуса. И говорили, вот именем Иисуса там заклинаем бесов, именем Иисуса, которого Павел проповедует вообще. Они даже уточняли, какого имя Иисуса. Там бесы в шоке были. Иисуса знаем, Павел тоже известен нам. А вы кто? И мы туда же. А ну-ка сюда. И значит, и там этот одержимый одержал такую силу над ними, что там избитые они убежали, опозоренные. И на верующих страх напал хороший, божий страх. Знаете ли, такой целительный такой божий страх. Они там быстренько с чердаков своих, с бабушки и с сундуков достали все эти книги по чародейству, что у них лежали. Они, конечно, не выражали, я думаю, там не выкатывали яйцами, не перевораживали, но вот пусть будет. Или думали, наверное, это бабушки все-таки, там дедушка этим пользовался, это семейная реликвия, да и, может быть, если что, на черный день как бы там в ломбард снесут. Ну, я не знаю, о чем думали христиане, но в принципе оно все у них лежало где-то. Но, слава Богу, когда пришел страх Божий, они говорят, не нужно нам ничего вообще, себе же дороже будет вообще. Вот так вот, знаете ли, ни нашим, ни вашим. Вот, значит, и не Богу свечки, ни чертого черка. Не надо нам этого. Они просто взяли все это, принесли и сожгли все на 50 тысяч драффин. Говорят, это очень огромная сумма была тогда, по тем временам. То есть, они не пожалели всего это, не поскупились. Слава Богу. Молодцы. И скажу, что о самом Иисусе. Написано, кто не любит Господа Иисуса Христа, тому анафема. Представляете, человек, который не любит Иисуса Христа, он находится под проклятиной. Он не понимает того. И нас, спасает из царства тьмы и вытягивает из царства проклятия не просто призывание имени Иисуса. Иисус, Иисус, Иисус. А мы любим Иисуса Христа. Влюбляемся в Иисуса Христа. И вот именно эта любовь к Иисусу, она вытягивает нас из любой трясины. Буквально, как вот в той сказке про барона Мюнхаважа, когда он попал в трясину с ложенью, и как он вытащил себя? Взял за косичку и поднял. Вместе с ложенью вытащил. Скажет, не может быть. За Иисуса уцепишься, даже если в самом болоте окажешься уже, и поднимешься. Вот любовь Иисуса, любовь Христа, она на самом деле, она творит чудеса. Великие чудеса. И когда мы влюбляемся в Иисуса, мы удивительные вещи можем делать. Когда теряем эту любовь, все напрасно. Как вот с тем Петром было, пошел он было, да? Смотрит на Христа, идет по воде, а потом раз, ветер там падут посильнее чуть. Он уже озирается, думает, да что же я, без фанатизма, как бы так вот, как бы, надо бы, хотя бы круг спасательный клятвил с собой все-таки. Как говорил хаджан в середине, да? На Аллаха надеюсь, он говорит, куда-то привязывай. Как бы, значит, ну, хотя бы что-нибудь, хотя бы там, взял бы с собой бы, но из лодки. Так ведь я пошел, ведь, и уже и туда, и обратно, не знаешь как, и стал тонуть, брат, и слава богу, может, Иисус поддержал его. И говорит, зачем ты усомнился? И, знаете, когда мы взираем на Христа, нам уже все ни по чем, и огонь и воду. Первые христиане, вот те, кто были на семинаре, вы слышали, да? Что первые христиане, наши с вами старшие братья и сестры, первых трех столетий, порой, смотрели бесстрашно львам в пасть, которых не просто выгоняли, знаете ли, как вот там, допустим, на цирк, да? Даже цирковые порой, их там переклини, что-то там, мало ли, лев контужен, там, или что-то, что-нибудь, ну, сколько льва не кормил, все равно львом остается, хотя, дрессированные были на такие уже, как бы, никакие, но все-таки, может пасть, нечаянно сомкнуть, и все, и, как бы, и голова, дрессировщик, окажется у него там, как у знакомых моих, там, здоровая, это, как называется, собака, Алабай, Алабай, и, притом, Алабай всех Алабаев, там, другие Алабаева, так и трясутся перед ним, значит, и, но, говорят хозяева, что он очень добрый, но, правда, на теленку его за два раза съедает, вот, ну, производитель такой Алабай, значит, и, значит, у них там бизнес хороший, там они живут, значит, нормально, они продают из вещей, ну, как бы, значит, его возят, как, как, временного такого Алабая, вот, и, значит, и, что интересно, много, он любит очень кошек, но самое интересное, как бы, по-настоящему, то есть, как бы, не на завтрак, а, знаете, как бы, так вот, и там, кошка окатилась, в маленьких котятах, и он подошел, а ему не скажут, значит, оставь, он уйдет, значит, идет, значит, а, и вот, ну, у него своя, я там у них, ночевал, когда там, ночью по территории, так, ту-ду-ду-ду-ду, ух-у-х, и такое, такое эхо, и у меня чукрало, знаешь, как будто собака-пастер-виллика, во дворе, так бегает, так вот, и этот, этот пес, значит, любвеобильно, полизал, значит, этих котяточек, язычком, и один котенок, у него на язык прилип, и он, и, короче, сразу проглотил, представляете, кошмар, думаю, не было слышно, ни гриб, ни стона, но кошку, правда, списало все это, на несчастный случай, правда, салабарь не поспоришь, но, ладно, я вообще хочу о серьезном говорить, просто так, как бы, информация для размышления, знаете ли, что скажу, что, пример, почему я так сказал, потерял мысль, извиняюсь даже, просто очень-очень памятно для меня все это, как, да, и представьте себе, да, не знаю, у меня мужества не хватило все-таки, вот, хозяин говорил, вот, перед мне он тебя не тронет, вот, как бы, вот, хозяин, вот, его лишь уважает, как бы, вот, его слушается, во всем, во всем, вот, других не послушается, а его слушается, и вот, когда я с тобой, он тебя не укусит, там, и не съест ничего, значит, как бы, но если без меня, то, как бы, шансы уменьшаются, я говорю, а батюш тоже съест, не знаю, не пробовали, но не рискуйте лучше, вот, значит, но у меня, может, не хватило все-таки, типа, близко, я стоял, так, чуть стороне, значит, там, наблюдал за этим зверем, а подумал, так, а вот эти христиане, они смотрели на этих львов, да, и могли пять гимны, думаю, какой же гимн у меня родился бы, не знаю, знаете, нужно особое мужество, и я понял кое-что еще, когда мы взираем на Христа, тогда, на самом деле, вот, все другое, по-другому все, когда мы взираем на Иисуса, как только взгляд угодим, кто-то в сторону, можем испугаться, и, и с трусим, и с грешим, и вообще, много чего плохого происходит, но, когда мы взираем снова на Иисуса, и влюбляемся в Него, все меняется, знаете, удивительно, скажу, что, я думаю, вот те христиане, что наши братья и сестры, которые взираем на Иисуса, они могли петь гимн на Иисусу, как вот Стефан, да, казалось бы, там такие собрались, зубами скрежещут уже, камни уже берут, уже думают, куда же влетнуть ему получше, чтобы он сразу, пока чудился, или что-то еще там, вот, знаете ли, он смотрел на все это собрание, и он еще, как бы, масло в огонь подливает, он, я говорю, вижу небеса отверстия, и Сына Божьего, стоящего лесную, представляете себе, нечто, может промолчаться, ребята, да я, вообще-то, не то имел в виду, как бы, все-таки я свой, там, фарисеист-фарисеев, значит, и вообще, как бы, и может быть, ему списали по молодости все его там, эти проблемы, но, они уже не могли терпеть, и слышали, они закрывали уши, глаза, все, вот, и не должно ему жить уже на земле, такому человеку, и убили его брата этого нашего, и скажу, что он взирал на Иисуса, и он, и он смог, умирая, простить их, этих людей, да, и, знаете ли, и сказать, что, чтобы грех не был обмененным, и он помолился, очень, святой молитвой, хорошей молитвой, которая была услышана Богом, потому что один из этих убийц, да, он стал великим апостолом потом, впоследствии, то есть Бог услышал его молитвы, и благоставил такие, не знаю, как с другими было, но с этим было удивительное чудо самым, да, слава Иисусу, у меня товарищ, в Германии, пастом церкви является, и у них там покарался один брат чечен, с такого ваххабистского тейпа, с такой семьи, они там в первую чеченскую, этим, голову резали, федералом, значит, солдатом, значит, тут такие были очень такие, по горам с автоматами, как говорили, все, а потом, значит, многие из них оказались в Германии, и они, значит, и этот, уверен, уверовал, вчерашний боевик-террорист, который, значит, там, совершал беззаконие, убийство, он упокаялся, и из волка стал ягненком, вчерашний волк стал ягненком, просто, вообще, и ему 30-ти еще не было, и он, значит, стал проповедовать Евангелие, даже другие были в шоке, просто, чечен уважающий, как бы, и слушают, и, значит, и, там, как бы, ну, по своей иерархии, как бы, да, и он стал проповедовать им, куда, приходят, допустим, да, типа, шоурумы, там, что-то такое, называется, ну, своя, ну, дюнер, там, что-то еще, вот, режут, а он им давая об Иисусе Христе проповедовать, они в шоке, ты чечен? Да, и ты проповедишь Иисуса Христа, ты христианин? Да, я христианин, а ты же мусульманин родился, ты же обрезанный, все, да, но я все почувствую щитой, вообще ничем, ради познания Иисуса Христа, говорит, проповедовал им, и потом, его вызвали родственники на разговор, собрали все мужчины с этого тейпа, какие были там во Франкфурте, собрались, и ему вынесли приговор смертный, по закону Шариата, его убили, на квартире прям, завезали, там, значит, потом полиция Франкфурта, значит, сбилась со счета, считая раной, он, все тело было сплошной раной, но самое интересное, на суде, там судили их очень много, ну, очень много мужчин сидел на скаме подсудимых, и некоторых уже не судили, они были уже очень старыми, там, за сто лет уже, вот, руководители этого убийства, значит, вынесший приговор, ну, все мужчины, сколько лет не помню, там, все были с ножами, и каждый там по многу ударов совершил, представляете, значит, да, но самое интересное, на суде один из этих убийц сказал, примерно следующее, что в деяниях написано, вот, как бы, удивительно, в наши дни, это вот несколько лет назад, он сказал так, что, перед тем, бросились на него, он тоже, что-то такое сказал, что, вот, я вижу, и сам осип, он сейчас здесь, как бы, и мы увидели, что лицо его, как будто бы не его лицо, а как лицо ангела было, вот, то есть, но даже это не остановило их, чтобы они не бросились ножом, с ножами на него и зарезали брата, он, он как мученик ушел, самое интересное, после его смерти, среди муслимов, там, значит, именно вот этих мусульман турецких, стало пробуждение, то есть, они стали каяться, обращаться к Иисусу, именно после вот этой его смерти, при жизни они как-то не обращались, почему-то, вот так, ну, в церкви, их не было видно, в церкви вообще даже, и, знаете ли, удивительно скажу, что, но Господь давал, и дает разным людям, разные переживания, я думаю, что близится восхищение церкви, я верю в восхищение церкви, согласен со Словом Божьим, и у меня предчувствие, что будет очень скоро, но те из нас, что останутся, если, допустим, это будет скоро, близко, но, я так понимаю, что не все вознесутся, но те, кто останется, кого Господь, может, не возьмет, то останутся с миссией определенной, Дух Святой будет забрад, земли с этой, очень скоро, я так подозреваю, по всему видно, как бы, что это время приближается, и удерживающий будет забрад, но, не то, чтобы совсем перестанет Дух Святого здесь, не будет, он будет, но будет, как вот, до времени благодати, до времени благодати, до излияния Духа Святого, Дух Святой здесь присутствовал так же, братья, сестры, он присутствовал, но он, до времени благодати, Дух Святой действовал, знаете, точечно, выборочно, сходил на какого-то царя, на какого-то пророка, говорил что-то и уходил, раз, знаете, как партизанщина, не военное, какое-то большое действие, а как партизанская такая, атака, раз пришел там, что-то сделал, диверсию и ушел, против царства тьмы, но, конечно, самое великое, что Дух Святой сделал, в те времена, это вот, великий исход, и вывел, даже был столпом, облачным, огненным был, вообще, ну, такие чудеса совершались, там, море стало пешеходным, вот что Дух Святой может делать, это даже до времени благодати, представляете, до времени благодати, так вот, и после времени благодати, когда удерживающий будет взят, поэтому верующие будут взяты, написано в Библии, что двое на постели, один берется, другой оставляется, двое на поле, один берется, другой оставляется, то есть мы не знаем, понимаете, здесь трудно, нельзя гарантировать, что, допустим, все члены такой-то церкви, например, с ним будут восхищены, а такой-то ничего не будет там взято, мы не можем так обговорить, потому что и зерна и плевелы все вместе, где-то больше зерна, где-то больше плевел, но так или иначе, поле все разбросано, и так будет до пришествия Господнего, и Бог заберет, он-то знает, его не обманешь ничем, ни хождение в церковь, ни там чего-то еще, он видит каждого, и он заберет свое, то забирает, но те, кто останется, еще шансы будут спасти, еще шансы будут кое-что сделать даже, приводить грешнику к покаянию, и когда ты будешь говорить, допустим, ты останешься среди оставленных будешь, ты будешь говорить людям о Христе, Дух Святой в нужный момент, ну раз, чух, сойдет, облечит, даст покаяние грешнику, и душа будет спасена, слава Иисусу, возможно, спасена в последнюю секунду жизни, знаете, мне как вот было, я в Нью-Йорке как раз был, вот два года назад, и там было собрание пастырей, русскоязычных пастырей, украинцы, русские были, и это было как раз вот, недалеко от того места, где вот эти небоскребы стояли, рухнувшие, и где был теракт этот страшный, и, знаете, там были свидетельства, потрясающие свидетельства, братья рассказывали, потрясающие рассказы, оказывается, один и верующий христианин, он как раз перед тем, незадолго перед этим терактом, он устроился на работу, на работу в один из этих небоскребов, и работа хорошая, знаете ли, просто, как говорится, не валяется на дороге, такая работа, и он, но утром он молился, по обыкновению своему, и знаете ли, что у него была Духа Святого, не ехать на работу, это было рано утром, молился в сентябре, он говорит, что за ерунда, и он подумал так, что не может быть от Духа Святого, это, видимо, это искушение какое-то, ведь Бог ему конкретно дал, через пророков было слово даже, он ходил в церковь, помазанный Духом Святым, и было слово, что точно от Бога тебе там работа, и ты покроешь все свои счета, оплачешь все свои долги, продают тебе работу, в очень престижном месте, и это так и исполнилось, ему предложили работу, он устроился, у него, он все долги отдал, у него были проблемы с финансами, он смог оплачивать учебу там, сыну и все, то есть, короче, семья устроилась, и утром на мобиль, он получает такое от Бога, не ехать на работу, не может быть, не может быть от Бога это, и поэтому, поборов, это приняв это за искушение, как бы, он сел в машину и поехал, уже на мосту, опять, то же самое у него, не разворачивайся, типа, и поворачивай обратно, что это такое вообще, это не может быть, что это, опять, 25, хорошо, он не послушал, опять, это, видимо, какое-то супер искушение, вот у меня сегодня, видимо, не с той ноги встал, я вообще, что-то такое, или какая черная кошка, перебежала на руку мне, что-то, меня искушает, и искушает меня все, значит, мысль такая, и он приехал на работу, и благо он спустился вниз, там по обыкновению тоже были христиане, которые, они там могли попить кофе, пообщаться, и помолиться могли вместе, у них был там кружок общения такого, христианского там, потому что, если бы он не спустился бы, лифтом бы туда бы, к этим своим знакомым, то он бы, ну, погиб бы, сто процентов бы, и когда он был уже внизу, оказывается, вот самолетка срезался там, все, сотрясло здание, паника, ужас, люди побежали вниз, и знаете ли что, когда уже был под навесом внизу, вот уже, вот уже, вот земля, ну, как бы асфальт, да, люди попытались бежать, не тут-то было, все сверху летит, падает, стекла, ну, насквы, представьте себе, бежать, это как будто, ну, как будто под винометным огнем каким-то бежать вообще, вот, и, а все здание гудит, видно, что вот-вот сейчас он грохнется вообще, и, вот, дилемма, что делать, безвыходная ситуация, он верующий, да, он просто на языках молится, вопит Богу, и молится на языках, и в этот момент, как раз, много людей выбежало из офиса, все, и все в панике, в ужасе, кричат, значит, в шоке, в истерике у кого-то, знаете ли, и вдруг Бог дал ему такую силу, в этот момент, такую власть, он им командует, как будто офицер, солдатами, все бегом сюда, ко мне, они, сам, все его послушались, как будто бы, он лидер как будто бы, хотя он просто, обычный там сотрудник, и все, таких много, и, значит, и, они все послушались, и приезжали к нему, под этот навес, и стоят с ним, кричат, он у кого-то истерик, но слушают его, и он говорит им о Христе, кричит им просто, что мы грешник, нужно покаяться, мы сейчас подпадем, если не покаяемся сейчас, примите Иисуса Христа, спасителем, ну, короче, там не нужно было длинную проповедь говорить, значит, они кричат, Иисус, спаси, прости грехи наши, все там, кто-то кричит, прости мои грехи, я там не могу грешить, короче, они каливаются, и в этот момент гул, и уже он мало что помнил после этого, потому что начался обвал, обваливаться здание, самое интересное, когда из-под завала его вытащили, пожарники, он был под этими камнями, он был сохранен, его душа была спасена, как подарок им от Бога такой был, и, знаете ли, он потом спрашивал пожарников, а вот рядом со мной было много людей, кто-то еще выжил из этих людей, никто будет, вот много людей возле него, но все они были трупами, то есть и всех привалило, всех придушило, он один только поломанный, да, но живой, но живой, после, там много месяцев провалялся в больнице, и уже ходил на ногах своих, то есть как бы, ну все нормально было с ним, вот, но, самое интересное, пусть он даже не послушался Духа Святого, я так рассуждаю, да, но даже в таком ситуации, оказавшись, да, в ненужное место, в ненужное место и ненужный час, оказавшись, по своей воле, против Божьего, такого предостережения, повеления, мы порой тоже так грешим, да, люди, по пожару, у нас сердце, я очень часто оказывался, в такие ситуации, понимал, что это не Божье место, и не Божье время вообще, и грешил, но, знаете ли, что, Бог даже обращал порой этого блага, каким-то образом удивительным, вот, и вот, того человека Бог использовал, и вот некоторые, оставленные христиане, они смогут, знаете ли, Иисуса, как Господа Бога, Спасителя, принести людям, мусульманам, атеистам, коммунистам, там, не знаю кому, номинальным христианам, которые, с виду лишь христиане, а внутри, ничего нет христианского пока, как говорил Лукашенко, белорусский президент говорил, я как православный, нет, и он говорил так, я атеист, но я православный, и вот, к сожалению, много таких у нас, да, друзья мои, братья и сестры, скажу, что Иисус, ни в ком он у нас нет спасения, и любовь к Нему, я напоминаю, на самом деле, это величайшая истина, она спасает, влюбись в Иисуса сегодня, просто полюби Его всем сердцем, и это великое чудо, которое может произойти вообще, я скажу, как и многие христиане, я прошу об этой первой любви, как мы говорим часто, молитвы, я не знаю, многие христиане в разных молитвах, собираясь вместе, так молится Господь, я тоже так говорю, я говорю часто с христианами, другими, я говорю о Господе, и один-один перед Богом, тоже Бог, я хочу вот так любить тебя, и, знаете ли, удивительно, вот эта любовь творит чудеса, она вытягивает нас, из пропасти, и Иисус есть, воскресение и жизнь, я Бога благодарю, что даже, кстати, даже в советское время, безбожное, казалось бы, да, но атеизм, атеизм, это греческое слово, красивое, по-русски конкретнее, безбожное, так вот, и во время безбожного Советского Союза, если попросили, это будет атеистического Союза, значит, но, что происходило, сиди, кстати, коммунисты снова опять рвутся к власти, и не знаешь, за партию воров или жуликов голосовать, или же за партию коммунистов-террористов, вот как бы, как бы, вот где им, а, значит, да, это как, это как в том агеноте, когда, значит, спорили звери, там, а вот удав проштравился, значит, у нас третий пугай, удав проштравился, и решили его наказать, и одни звери предлагали отрубить, значит, голову, а другие звери предлагали отрубить ему хвост, и в конце, в конце пугай говорит, ну, хорошо, отрубить ему хвост, но по самую голову, Да Ну так вот Господа оставленные Шутка Я думаю, что очень многие будут везли сыны Слава Богу Я очень хочу быть в команде этих счастливчиков Потому что Мы с женой часто об этом разговаривали И так с верующими другими Потому что, знаете ли, потому что Это нормально, Павел тоже этого хотел Он хотел этого переживать Помните в постане в Коринф Он пишет, что мы хотим не совлечься, но облечься В небесе наше жилище, чтобы смертное было поглощено жизнью На это и создал нас Бог даже Оказывается Он нас на вечную жизнь создал Не для временной жизни, а для вечной жизни Поэтому у любого нормального человека На этой земле есть понимание, что смерть Это плохо Эволюционисты нам говорили, безбожники нам говорили Раньше по марсистской ленинской философии Что смерть это хорошо Это друг человека, друг эволюции Смерть, она помогает естественному отбору и прочее Это ему благо Но я познаю другое Другую правду Истину, которая гласит, что смерть это враг наш И что это ненормальный смерть Ненормальная старость Ненормальная болезнь Любой нормальный человек, если он заболеет Он хочет исцелиться Если бы болезнь была в нормальном состоянии То чего бы мы искали бы исцеления Ну заболел Чему бывает, того не миновать А потом умер человек, допустим Какой-то близкий нам, родной Мы бы сказали бы Ну может все, видимо пора Ему срок, революция, отбор Естественный И одним ртом меньше стало на планете Тогда мы так и осуждали бы Никто бы слезетки не пронял на могиле своей матери или отца Если бы безбожники были бы правы Но даже самый атеист последний Он все равно сплотнет на могиле матери На могиле отца Потому что любой Даже самый последний атеист Он понимает Глубоко в сердце, в душе своей Один на один оставшись Он понимает, что смерть это ненормально Что в этом что-то есть неестественное Так не должно быть Потому что Бог создал нас для вечной жизни И мы хотим, все хотим Сами это Одни это знают, другие еще не знают Но мы хотим все быть с Богом И хотим, чтобы смерть была поглощена жизнью Слава Иисусу И не соблечься, но облечься Я знаю, что такое смерть Я знаю, что такое умирать Я не знаю, если Завел еще те, кто Значит, умирал, допустим Я умирал 30 лет назад Я переживал смерть От двусторонней пневмонии Я знаю, что такое выходить из тела Я знаю, что такое умирать Это нехорошо Это плохо Это больно Это ужасно, скажу так Я задыхался И переживания ужасные Но, скажу, мне не хотелось бы Второй раз испытать смерть Я не хотел бы Вот так вот Я хотел бы по-другому Я хотел бы в этот раз Чтобы было по-другому совсем Все было по-другому Чтобы Господь пришел И чтобы раз Лежу на постели Так раз Чух И пошел В поле где-то там Где-то в поездке Раз, допустим И ушел Многие фирмы в Америке Транспортные фирмы Они нанимают Если, допустим Людей, да То Одного христианина ставят Другого не христианина Многие авиакомпании американские Они уже давно уже Уже не одно десятилетие Как развивался гражданский транспорт Самолет Они нанимают Разных людей Умышленно И во многих компаниях Допустим ДНД, допустим Один пилот Чтобы был христианин Другой, чтобы не христианин Специально в команду так ставят Двух верующих не ставят Почему? Потому что в случае вознесения Самолет неуправляемый И катастрофа Поэтому, чтобы хотя бы один Неверующий Чтобы он остался Не на месте И дорулил И посадил самолет нормально Вот И тоже в самых других компаниях Многих То есть, если для многих Какая-то непонятная история Вообще-то Люди к этому серьезно относятся Многие На этой планете Слава Богу Рекомендую пропали Джона Хэнги Потрясающий брат Баптистский пастров из Техаса Который очень подробно Все рассказывает Разжевывает Кстати, недавно вышел фильм Значит По мотивам его романа Его очень классной книги Называется Иерусалим Обратный отчет На русском языке Надеюсь, он скоро появится Он пока на английском Везде крутится И Очень потрясающе Сделал такой сбор Покрыл все расходы И Называется Иерусалим Обратный отчет Красава Последних временах По книге Откровения И Господа Братья и сестры Иисус Есть Воскресение И жизнь наша И любовь к Иисусу Она спасает нас Я в этом Уверен на все сто процентов Я думаю Многие из вас уверены И я знаю Что Он воскресит Свою церковь Джон Джон Дэвид Вилкерсон Который уже ушел в вечность Значит Еще в 72-м Или каком-то году В начале 70-х Он видел такое Откровение От Бога Что Он видел Христиан Которые Вознесены были Вознесение Это была невеста Иисуса А Другая часть Христиан Осталась на земле Это было большое Такое религиозное Сообщество Христиан Разных конфессий Но И восхищенные Были Не только его С его динаминацией Писательской Но были из других Конфессий Другие динаминации Христиане Он видел Знаете что Оказывается в том видении Что это были люди Которые влюблялись В Иисуса Христа Они просто любили Иисуса Просто влюблялись В Него Всеми силами Даже Поро неправильная Теология была В их голове Но правильное сердце Любящие Иисуса Христа А многие умники С правильной теологией Но не любящие Иисуса Сухари Они так же сидели В своих цеплях И с них Как с гуся вода Ничего не произошло Вообще Они так и остались Со сборниками Песен И ничего Песня называется Возрождение А в жизни Пустота И нет никого Возрождения Знаете ли Скажу И Сегодня Очень хочется Чтобы Разных христианин Протестанты Православные католики Просто влюблялись В Иисуса Христа И Я это и себе говорю И всем вам Пусть Господь Грядущий Уже который близко И слышны его шаги В этой полуночи Будет так говорить Сегодняшней тьмы Духовной Опустившимся На эту планету Пусть Голос разбудит И скажет Грядет Жених В полночи Встаньте Поправьте Светильники Я понимаю Что не у всех Будет масло И истина в том Что мы не можем Друг другу Подлить масло Здесь Каждый Сам Семья Простите Ребята Ты не можешь Повлиять На судьбу Другого Человека Пока Ты живешь На земле Сейчас Перед восхищением Ты можешь Что-то сделать Для брата Своего Ты можешь Помолиться За него Ты можешь Поддержать Его Как-то Наставлять Его Будь буксиром Как вы раньше Говорили Для него Каждый помогает Бежнему своему И говорит Товарищу своему Крепись Как написано В книге Пророка Исаии И знаете ли Но это Пока Потом уже Когда голос Прозвучит Греет Жених Уже все В чем застал То в том и судит И потом Бесполезно Барабанить В стены Царства Барабанить В двери Они будут Закрыты Поэтому Не дай Боже Сейчас время Войти в царство Сейчас время Наполнять Светильники Свои По-разному Люди понимают Добрые дела Дух Святой Не важно Наполняет Чем понимаешь Лишнее Не будет Никогда Кашу Маслом Не испортишь Это точно Знаете Вот такая поговорка Есть на Руси Хорошо друзья И хочу Благоставить вас Хочу благоставить Помолиться Вместе с вами Молитвой Покаяния Обращение к Богу Те кто Из присутствующих Хочет примириться С Богом Или из наших зрителей Хочет примириться С Богом Пожалуйста Сейчас ваше время Вам даем Возможность Сейчас покаяться Пока не поздно Мы не знаем Когда Кашу придет Но даже Не ждите Возвращения Господа Даже подумайте о том Что Сегодня Если жизнь оборвется Мы все Под Богом ходим Завтра Кого-то из нас Может быть Не быть на этой земле Уже Меня, тебя Кого угодно Вообще Но Что важно Как ты уйдешь С этой земли Как пристанешь Пред Богом Вообще Это и будет Я попал Я попал в протестантскую церковь Песятническую И там пел С апсалом Любовь Любовь Христа Если вы уже И А по эту сторону Стать тех Кто уже Покаялся И примирился С Богом Но хочет принять В крещении Духа Сытым Хочет Прямо сейчас Чтобы Дух Сытой Извился И чтобы вам Молиться на Ижище Каким Бог Будет давать вам Провещевать Исплоняться С силой Бога Силой Духа Святого Это очень важно И Один проповедник Покаяния Еще в глубокой Древности По-моему это был Ефрем Семен Новобогослов Он говорил Такие слова Греческие Проповедники Он говорил Что Представь Друг говорит У тебя на ладони Горсть песка А перед тобой Море И вот ты бросаешь Этот песок в море И вот что для моря Это горсть песка Только для милосердия Бога Все твои грехи Но говорит Твои грехи Все Даже самые непростительные Казалось бы А не нынче чем это горсть песка А милосердие Бога Больше чем это море Только не держи это Брось от себя От себя добавлю Знаете что еще Это похоже на Гранату Уже Вырвано уже Отчет пошел Ты не знаешь Когда рванет Но брось от себя это Тебе это не надо Ты погибнешь Если будешь грех держать Ты погибнешь Брось от себя это Бог Он уже взял на себя Иисус Он как бы Какой-то герой Он просто накрыл С собой гранату Чтобы не погибли люди Вот и Он взял уже на себя этот грех Он взял Он умер уже Поэтому Теоретически Все спасены На этой земле Вообще Абсолютно все Но практически Надо принять спасение Практически Надо сделать это И очень правильно Чтобы вышли Очень правильно Потому что Иисус Христос Говорил так в Евангелии Написано Что Кто Предлюден И справедуют Не просто Один И הד冠 Пред Богом А предлюден И справедуют Очень важно Предлюдение Сказать Что Иисус Христос Мой Господь Бог и Спаситель И если вы пред верующим это сделаете, то вы это сможете сделать и перед неверующими. Впоследствии, что Иисус Христос мой Господь, Бог и Спаситель. Но если вы пред верующим промолчите, то мало гарантий, что вы перед неверующими скажете это. Что Иисус Христос ваш Господь, Бог и Спаситель. Но Иисус говорил так, кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую, пред отцом пред ангелами. Бог, Он ваши имена хочет исповедовать там, на небесах. На удивление всем ангелам, на зависть и поражение всем бесам, потому что эту молитву вашу, покаяние, слышит не только Бог, не только ангелы Божьи, но и демоны все, бесы все слышат, потому что в этой молитве, когда мы обращаемся к Богу, мы отворачиваемся от греха, отворачиваемся от дьявола и поворачиваемся лицом к Богу. А в еврейском языке от шума, покаяние, буквально переводится первое слово, что в переводе есть, там много слов. Первое слово это возвращение, то есть я возвращаюсь домой, я возвращаюсь к моему Богу, я возвращаюсь к моему Отцу. И когда мы говорим Богу, Бог прости, Бог слышит нас, потому что мы молимся во имя Иисуса Христа, то есть с верой в то, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Аминь. Давайте будем молиться, друзья, давайте мы помолимся, можем закрыть глаза наши, можем, но самое главное, себя увидев пред Богом, и давайте скажем Богу слова покаяния. И также наши зрители тоже могут сейчас обратиться к Богу со словами покаяния, потому что Бог, Он слышит вас сейчас, знает это, и надо поверить, очень важно поверить в то, что Иисус Христос, Он умер за всех нас, но Он умер лично за меня, лично за тебя, за каждого из нас. Осознав это, давайте скажем все вместе такие слова, особенно вышедшие вперед, особенно для вас. Давайте скажем такие слова. Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса Христа, я каюсь, прости меня, я люблю тебя и верю в тебя. Ты отдал Сына 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 Своего, Иисуса Христа, на крест за меня и за всех нас. И Иисус Христос, Твоя скотая кровь, пролида на кресте за мои грехи и за грехи мира. Иисус Ты воскрес, чтобы я был оправдан, Иисус Христос, прости, освети меня, живи во мне, царствуй во мне, я люблю тебя. Спасибо, Господь, за все. Ты есть воскресенье мое. Ты есть жизнь моя. И ни в коем ум. Для меня нет спасения. Только Ты. Аминь. И давайте сейчас обратимся к Богу дальше, в молитве сейчас, и попросим Божьего благословения, вышедшие вперед, особенно те, кто вышли на моем покаянии, молитву именно о крещении Духом Святым. Знаете, Он сейчас здесь, Господь сейчас здесь, Иисус есть блестящим Духом Святым, Он сейчас здесь. И очень важно, мы должны понять следующее, что, Господь, спасибо, что мир не может принять Духа Святого, просто не может. Пока человек не примирился, пока он не влюбился в Иисуса, бесполезно, он не может получать Духа Святого. Но если он покаялся, примирился с Богом, все, он может принять Духа Святого. Следующее, что нужно сделать, это просто пожелать этому, очень сильно захотеть. Во жажде этого. Вообще, очень хорошее такое, сильное слово жажда. Знаете ли, кстати, до поездки в Израиль, я не понимал до конца, что такое жажда. А там, когда в аэропорту прям, вот, 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 обсуждают, обезбожение очень быстро наступает, потому что голова болит, допустим, сразу в этой пустыне, там, минус, ой, извиняюсь, плюс 50 в тени, а тени нигде нет. Знаете ли, значит, и хочется глоточек сделать сразу воды. И вот, скажу так, вот как тело наше, оно без воды засыхает, знаете ли, просто ничто, то, вот, как мумияка это, вот так же и духовно мы без Духа Святого просто высыхаем, засыхаем. Дух Святой, он вообще везде, он все животворит. Любое растение, животный мир, вот, все-все-все наполняет Дух Святой. Знаете ли, но, истина в том, что Духа Святого может быть очень много в нашей жизни. Вода, которая в нас приходит, духовная вода, она делается в нас, может сделать в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Знаете ли, как будто бы какой-то колодец у нас прорывается. Мы не просто пьем уже воду, таскаем, знаете ли, а уже что-то из нас уже идет, слава Иисусу. Поэтому пусть Господь сейчас пророет свои колодцы в наших душах, в нашем духе. Пусть откроются эти источники. Слава Иисусу. Давайте мы попросим сейчас Духа Святого поговорим. И те, кто вышли на покаяние, тоже можете сейчас, можете даже так сказать, Господь, вот, Дух Святой, я сейчас по тебе услышал или услышал, но я хочу тебя лично узнать. Пожалуйста, ты сейчас здесь, я прошу тебя, наполни меня прямо сейчас. Напои меня вот этой живой водой своей, и чтобы я не ходить с водой, а вот чтобы во мне был этот источник колодец, который прорыт духовно. Просто сделать это, у кого-то порода, ну, тверда такая, поди ее пробей, а у кого-то очень легко пробивается, прорывается колодец, знаете ли, как в разной территории есть. До кого-то нужно очень глубоко копаться, а кому-то там копни, на пол лопатки уже вода пошла уже. Вот то же самое, мы все очень разные на самом деле люди, но, знаете ли, пусть Господь, Он пробьет даже самые плотные слои, какой-то старой природы человеческой, греховной, знаете ли, или же копнет где-то, но чтобы в нужном месте, и чтобы пошел Дух Святой. Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса, о Духе Святом для наших братьев и сестер, которые вышли вперед. Я прошу Тебя и за тех, кто в зале, и за тех, кто сейчас онлайн или, значит, в записи смотрит. Я прошу Тебя, Господь, о жаждущих. Ты говорил, что жаждущий, приди и пей воду жизни там. Ты говорил, Господь, о Духе Святом, и Дух Святой, Ты сейчас здесь. Ты не оставил нас сиротами, Ты пришел, Ты утешил нас, спасибо. И в этом собрании, Господь, много Твоего Духа Святого, много Тебя здесь, Господь. Но я прошу Тебя, для вышедших особенно, тех, кто сказал, что я хочу знать Тебя, Ты откройся. Кто хочет знать Бога сейчас, скажите просто, Бог, я хочу знать Тебя, я хочу больше познать Тебя. Можете, от себя скажите, это не просто повторяя за мной, даже, от себя что-то такое, скажите своими словами. Здесь очень важно своими словами, что-то сказать Богу сейчас. Бог, я хочу узнать Тебя больше. Дух Святой, скажите, вот, я хочу Тебя, я хочу познать Тебя, я хочу наполниться Тобою, чтобы мне не ходить. Я могу там, в том собрании, где-то еще в церкви, но я хочу не просто от кого-то что-то черпать, где-то брать пробки, где-то еще, а я хочу, чтобы... О, Боже! Чтобы Ты пробил, чтобы Ты прокопал, чтобы Ты прошел внутрь, чтобы ручейками больше, 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 и чтобы реки воды живой текли в жизнь вечную. Чтобы реки воды живой текли в жизнь вечную. Вы так можете Богу сказать. Я хочу, чтобы реки воды живой текли из меня, из Духа моего, во имя Иисуса Христа. Те, кто молится, те, кто уже кричили Духу Святой, молитесь сейчас, там, брюки, молитесь на иных языках. Те, кто в ожидании, сейчас я попрошу служителей, я попрошу выйти и помолиться за людей, которые покаялись и от кричили Духу Святой. Я не знаю, как у вас принято, не принято молиться. Вот, но... Просто опасность Сергея сейчас нет, но попрошу сейчас самого Господа, чтобы Он сам прикоснулся сейчас к вам. И чтобы Его рука сейчас была на каждом из вас. Во имя Иисуса Христа, Боже наш, я прошу тебя, Господь, прикоснись. И сейчас, очень важно, в этом присутствии Бога, те, кто кричен Духом, молитесь сейчас, и не только в Духе молитесь, а еще, я думаю, что некоторым из присутствующих, уже кто кричен Духом Святым, Бог дает еще иные языки, другие языки, еще какие-то особые, Бог хочет дать языки. Для какой-то миссии определенной, особой миссии даже, кстати, духовной миссии, и не только духовной миссии. Знаете ли, молитесь сейчас об этом. И также отдали и что вдавание. У меня в жизни, это правда было только лишь однажды, но я ревнуют, потому что прошу Бога о том, чтобы это было в моей жизни. Потому что это настолько великолепно, меня это очень сильно удивило, потому что это то же самое, что и пророчество. Пусть Дух Святой сейчас коснется и наполнит во имя Иисуса, и преисполнит нас во имя Иисуса Христа. И те, кто жаждет кричения Духом, вы можете так сказать сейчас, Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Духи Святого, наполни меня Духом Святым. Дух Святой, поднимись во мне. И я буду говорить на иных языках, какими-то дашками провещевать, провозглашать, молиться, говорить. Бог, поднимись во мне сейчас. Бог, Бог, прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса, да, глубже и сильнее. И пусть Господь сейчас реки воды живой высовывается из моего утра, изнутри прямо, во имя Иисуса. Пусть я стану источником воды, текущей в жизнь вечную. Даже у кого-то, может, уже ручейки есть эти, но вы понимаете, что это очень мало. Даже вам это очень мало. Вам нужно больше, чтобы это было уже рекою, и чтобы это было сильнее, больше, больше, больше. Убогость очень много всего потрясающего, на самом деле. Во имя Иисуса, я благодарю Тебя, мой Бог и Царь. И дай моим братьям, сёстрам, вышедшим сюда вперёд и молящимся, дай Господь говорить на иных языках. И очень важно сейчас, также в молитве, молитесь на своём языке, на русском языке, молились. А теперь начните молиться в этот момент, молиться на иных языках. Просто доверяй Богу, доверяй Богу. Знаете ли, вот в миру, как говорят, не зная обороны, несусь себе в воду, да? На самом деле трудно определить на вид. Речка как речка, допустим. Говорят, а ты можешь прыгнуть здесь, да? А кто его знает, если я не знаю реку, мне страшновато. Если я знаю уже, что там глубоко, я прыгну. А если нет, а кто его знает? Но, знаете ли что, не так с Богом. Бог – это та река, в которой можно прыгнуть уверенно. Можешь прыгнуть уверенно. И очень важно довериться ему сейчас, довериться ему уста и просто начать говорить на иных языках. У кого-то могут быть разные языки, другие всякие языки, много всяких наречий. Говорите, говорите. Это все по имени Иисуса. Только вы и Бог. Во имя Иисуса сейчас время, когда надо просто прорвать эту воду сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Отец, я прошу тебя, Господи, отдуйте за то о благе Твоем, Господи, и врач и сестры, Господь. Во имя Иисуса, наш Господь сейчас, Духом Святым, копни еще глубже, Господь, копни еще глубже, Господь. Во имя Иисуса. Пусть реки воды живой стеснят, в жизнь вечную. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Старайтесь не обращать внимания, мы подразумствуем, отцы. Во имя Иисуса, Дух Святой, под свой контроль возьми, Господь сейчас. Во имя Иисуса Христа. Всякий иной дух, ему нет места здесь. Всякий иной дух, всякий дух нечисткий. Он не может вытерпеть, выдержать присутствие Духа Святого. Во имя Иисуса. Поэтому ничего, если у кого-то выживали, трясение, освобождение, тяжесть, если кому-то тяжело, может, может, присесть даже, ничего страшного. Бывают такие ситуации, когда молятся, и вдруг понимают, что он уже все, он себя не контролирует. Можете присесть. Один человек получился с упражнением беса именно в этот момент, когда он просто присел. Мы общались, он не мог больше стоять, он просто присел. Потом вот вытохнул, и из него этот дух нечистый просто выжил. И вот он на будике просто вышел. Во имя Иисуса это очень важно. Благословен Бог наш. Благословен Господь. Господь сейчас прощает, освобождает, исцеляет, очищает. Во имя Иисуса. Благодать Твоя слава, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодать Господу нашего, Иисуса Христа, садухом Вашим. Аминь. Безумаю, Павел, Пиреону. Пусть Господь благословит сейчас. Шалом. Мир Божий. Я благословляю вас сейчас стихами благословения Ааронова. В этом благословении сейчас примите благословение тех, кто вышли вперед, и те, кто в зале присутствуют. Примите благословение Божие сейчас. Вашу судьбу. Примите. Паса Сергеевна там сейчас в Израиле. Ему уже сам Бог велел. Приехать на благословение. Я буду говорить на еврейском языке и на русском языке. И пусть сейчас в этом благословении Бог, Он снизойдет каждому еще больше и больше. Могущественной своей силою. Если ты мало ощущал Бога еще в своей жизни. Скажи, Бог, я хочу себя больше ощущать в своей жизни. Потому что, если мы не направим свою всю волю, свою душу, все к Богу, то мы кому-то к другому направим. Пусть Бог полностью поглотит нас, просто-просто покроет нас. Пусть Его присутствие, оно охватит нас. Во имя Иисуса Господь благослови. И благослови это наше собрание, и не только наше собрание. Благослови Господь, благослови всех любящих Тебя и Тебя боящихся. Христиан разных динаминаций, разных конфессий. Бог святой во имя Иисуса. Всех, кто любит Тебя, Господь. Благослови. Благослови, Господь. Благослови, Господь. И садонай, панат лейха, вэйя салеха, шалом. Да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да призвет на Тебя, Господь, светом лицом Своим, и помилуй Тебя. Да обратит Господь, лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Бешем Иешуа Гамашиа, Иешуа Машихею. Во имя Иисуса Христа, Мессии, Помазанника, Святого, Искупителя, Спасителя, Целителя, Освободителя. Аминь. Благословен Ты Бог наш, Царь Вселенной, собравший нас под Своим святым покровом птиц и птенцов. Благословен Ты Бог наш, сегодня давший покаяние людям, давший Духа Святого, давший нам благодать, такой пережить, Господь, спасибо. Утешающий нас, Дух Святой, удерживающий нас, удерживающий этот мир, гибнущий в грехах. Я прошу Тебя, Господь, укрепляй своих людей, укрепляй свой народ благодатью своей, Господь, во имя Иисуса, в эти тяжелые дни, предстоящие для этой планеты, которая уже в муках, как в схватках, как в агонии. И чем дальше, тем эти схватки все чаще и чаще, и ее сосется, не перестанет, будет то, о чем говорит Слово Твоем. Земля и дела на ней сгорят, и будет погибель нечестивых человеков. Бог Святой, благодарим Тебя за жизнь вечную, благодарим Тебя за нынковчег спасения, благодарим Тебя за дверь отверстию, и сегодня отверстию дверь, которой сам Иисус присинит, благодарим Тебя, что всякий, кто призовет имя Господь и спасется, благодарим Тебя, что и сегодня ты даешь грешникам спасение, и ты приношаешь всех взойти на спасительный борт, взойти, подняться и быть спасенным. Бог, мы знаем, однажды дверь заплопнулся, мы знаем, однажды время это прекратится, но, Господь, мы знаем, что сегодня еще открыто. Спасибо тебе, Господь, Бог Самогущий, и пусть в этом городе прославляется имя Иисуса, в других городах Кемеровской области, по всей Сибири, пусть прославляется имя Иисуса, пусть верующие не стыдятся имени Иисуса, пусть Господь на улицах, в площадях этих городов, Господь, как неверующие люди, не стыдятся имена ложных богов говорить, о грехе говорить, не стесняются, Боже, но пусть христиане тем паче не стесняются имени Твоего. Потому что, Господь, я говорю, что кто постесняется себя в этом мире, прерыводейным и грешным, того и Ты постесняешься в Царстве. Бог Всемогущий, пусть Тебе не стыдно будет за нас, но пусть, Господь, Боже, Твои уста будут открыты к нам, и Твой Дух Святой будет открыт к нам. Господь, пусть Твои ангелы, они служат нам. Боже, во имя Иисуса, спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за все, за милость Твою, за благодать Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Дорогие друзья, я благословляю вас и прошу ваших молитв о информации православной церкви. Мы очень нуждаемся в этих молитвах. Диски, которые вчера купили, сегодня еще купить оставшиеся и сделать их копии. Я даю полное право делать копии, распространять любым образом. Больше того, Юрию, брату, я оставил на жестком месте информацию. Я благословляю ее распространять здесь по региону. Пусть Господь благословит во имя Иисуса Христа. Аминь.